Ошибка номер три. Долгая, очень долгая подготовка. Сколько можно откладывать на завтра? Уже прошел год, может быть даже три. Тебе не нужна специальная спортивная обувь для того, чтобы ты начал заниматься. Пока что. Тебе не нужны различные там фитнес-браслеты для тренировок, трекеры активности. Тебе не нужны новые спортивные вещи. Одел старую футболку, да пошел заниматься. Когда я начинал тренировки, у меня не было возможности лишний раз сходить в спортзал. У меня не было тогда какой-то финансовой такой возможности. Но у меня была ясность, что это мне нужно. И я просто занимался на улице и в домашних условиях. А то знаете, вот есть люди, которые ищут бассейн, чтобы был в зале, еще что-то. Зачем тебе бассейн? Тебе нужен просто спортивный зал. Желание, понимание, осознание того, что спортивное тело и сила – это образ жизни. Начни именно с понимания того, что тебе это действительно нужно. Не надо идти к тренеру в надежде, что он будет тебя пинать, потакать твоим там «это хочу, это не хочу». Понимание есть. Хочешь получить это – делаешь это. Вот с этого надо начать. И сам себя пинай. Самопинание на тренировке очень круто тренируется. Поэтому начинай именно с этого, а уже потом занимайся всем остальным. Субтитры создавал DimaTorzok